Турнир 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 уже разрядники. Дети, в общем-то, к нему тянулись всегда. Ну, просто тот возраст. Мне так жалко, что у нас в Угличе мало молодых, которые могут заниматься с детьми. — То есть, получается, замены Андрею Николаевичу пока не нашли? — Нет. Пока нет. У нас сейчас совместитель пока. Ну, у нас же зарплаты, сами знаете, какие. Кто хоть пойдет, которому надо человеку семью содержать. Даже если он и может что-то, но он не пойдет. — Андрей Николаевич, что бы вы хотели пожелать на заслуженном отдыхе? — Здоровья. Потому что здоровья у него маловато, пусть он поживет подольше и еще в шахматах, может быть, поучаствует просто сам. Здоровья, здоровья и здоровья. А мы, как и обещали, представляем вашему вниманию интервью с Андреем Николаевичем. Андрей Николаевич, вы помните тот день, когда вы впервые сели за шахматную доску? — Я этот день, конечно, не помню, но сел я сравнительно поздно по сравнению с ребятами, которые теперь шахматами занимаются. Это было лет в 11. А шахматы начал играть в классе, научили играть ребята. А играть в шахматы начал с 13 лет. Вот за три года прошел путь от пятой категории до первого разряда. Кончил школу я. Дело было во Львове, это было давно. Кончил школу, получил первый разряд. Однажды играл в полуфинале юношеского первенства Украины в Киеве. Ну, там я поделил второе-третье место в полуфинале. Но поскольку я кончил школу, то я в финале играть не смог. И моя встреча вот с Гуфельдом, известным гроссмейстером, Николаевским мастером, Шабановым Юраевым, который тут много лет жил в Ярославле, там не состоялось. Мне уже было 30 лет, когда я приехал сюда второй раз. Я и родился, кстати, тут в Угличе. На тысячи лет я моложе города, в 37-м родился. Вот тогда они тысячелетия должны были бы праздновать. Но тогда праздновать было, наверное, неинтересно. Год был кровавый. Сажали всех налево и направо. Вот. Пришел в клуб, в этот, ну, будем условно говорить, шахматный. Вот там я познакомился впервые с ульфовскими шахматистами. Вот из тех лиц, которые теперь я вижу вокруг себя, остался, пожалуй, один ремеслов. И то не знаю, в каком состоянии он теперь. А остальные люди, кто уехал, кто поумирал. Впервые познакомился с Мирновым, который стал моим постоянным конкурентом в борьбе его за звание чемпиона города. Михаил Алексеевич? Михаил Алексеевич, да. Вот за этот период по 91-й год, последний раз я был чемпионом города в 91-м году. Вот. Вот мы с ним соревновались, кто больше. Он 9 раз побеждал в турнирах и 10 раз я. Не один раз я выиграл обкома приборостроения и машиностроения турнир в области. Потом я играл за эту команду там на второй доске. Вот. Ну, не приходилось, поскольку работал, то не приходилось часто выезжать. Вот теперь потом, когда я освободился, я стал уже с ребятами ездить. Со мной я сам не играл. А как вы считаете, за всю вашу карьеру тренера, может быть, не такую многолетнюю, как хотелось бы, вы сумели передать все накопленные знания, опыт, умения подрастающим поколениям? Я полагаю, что все, что я мог сделать, я сделал. Вот все передовые шахматисты города последних лет, они все прошли через мои руки. Вот мастером международным стал рассказов, Володя, все кандидаты, они со мной занимались. Теперь, конечно, интерес к шахматам пропал в государстве. Теперь вы посмотрите, что интересует население или средства массовой информации. Это передает совершенно, по-моему, неинтересные для людей вещи. А раньше, что было, я помню, в конец 40-х годов, когда я начал интересоваться шахматами. Ведь мы, шахматисты, информацию получали каждый день не по одному разу. Особенно интересно было вот даже нам, маленьким ребятам, от там, 12, 13, 15 лет. Каждый раз, когда проходило оперенство страны, после 12 часов, 12 часов 5 минут, был специальный шахматный выпуск, который ввели обязательно Вадим Синявский. Ну, это вы, наверное, все знаете, это фамилия. Легендар Синявский. Он был, кстати, очень большой любитель шахмат. Он и хорошо играл, умел, где-то порядка первого разряда. Что бы вы хотели пожелать тем юным ребятам, начиная с шахматистам, которые делают только первые шаги в шахматах? Ну, что, я бы хотел, конечно, чтобы они шахматы любили. Это первое, и помнили, вот, какие бы они способны ни были, они должны работать, заниматься шахматами. Иначе это все бестолку. Приходить один-два раза в неделю в шахматный клуб и заниматься по часу, это ерунда. То есть, трудиться? Обязательно. Вот эти ведущие гроссмейстеры, это же они постоянно в таком возрасте, вот, которого, о каком вы говорили, спрашивали, они шахматами занимались по 10 часов в сутки. В сутки. И это каждый день. Иначе ничего не будет. Какой бы он с 7-5 в лбу ни был, шахматист молодой. Поэтому пожелаю дерзать, заниматься шахматами и их любить. Ну, а нам остается сказать вам большое спасибо за то, что вы сделали для углических шахмат, для ярославских шахмат. Пожелать вам, прежде всего, крепкого здоровья. Ну, и, конечно, чтобы вы не забывали шахматы, чтобы нынешние шахматисты не забывали о вас. Ну, вот получше будет, конечно, и поближе буду к ним. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...